Привет, ребятки, сейчас мы находимся на трассе М4, М6, точнее М6, да, и вот сейчас мы стоим на Гранте, у нас сегодня интересный момент такой, вот мы напротив нашего городишка, город такой Поворино, вот, и в целом, если ехать по полям напрямую, то мы от заправки, там заправка Лукойл просто, мы ездим туда обычно заправляемся 95-м бензином, по трассе напрямую, это выходит около 30-ти километров, то есть надо объезжать там еще деревню кое-какую, вот, а здесь напрямую, вот, сейчас хотел бы замерить, вот, от заправки сейчас 4 километра проехали, ну, это, условно говоря, полностью, и вот сейчас мы посмотрим, сколько километров остается у нас до деревни по полям, вот, сейчас будем смотреть и выбирать маршрут, ну, то есть для Гранты, как бы, понятно, она высокая, подвеска хорошая у нее, рабочая машинка, надежная, вот такой красивый закат ай, красавчик вот, сейчас поедем, посмотрим, в общем, вот такая вот у нас небольшая рельефная структура, не знаю, сейчас будем выбирать, наверное, вот так по прямой и поедем, как вот, пахота есть, там какая-то вот дорога пошла-пошла, сейчас будем пробовать, смотреть вот там я вижу элеватор у нас, а вот наш городишко, вот примерно, где светятся окна отражения от солнца, нам надо туда попасть выбираем маршрут на переднем приводе по полям идет запись посадки посадки солнышка движуха такая, сегодня какая-то бешеная, конкретная, вот наш оператор ёу, бля, давно не виделся, ребят ой, бля, хлопнул дверью, чуть-чуть это, огрызок не упал сейчас аймлапс моим айфоном будет нет, опять, это на самом деле красота, погода солнечная была сегодня сейчас поскачем, полетим поспорили, кто быстрее сядет, солнце или айфон, бля долго садится, смотрится уже минут пять стоим разъедет, бля копченый, бля да, красота застряла, что ли, солнце а я вообще въебал а, въебал Соня 439, пускай, 100 метров там никаких нет, да, 439 километров на одометре едем мы, короче, по тихой грусти, потихонечку поедем да, вот, а пусть положил новую дорогу дорога на этот, как его Киев, на вот, короче, все, едем, смотрим, первое поле ну, потихоньку поедем, будем замерять, сколько там, до дома все, первое поле проехали, все нормально да, заебись, вода солнце село, луна встала бензин ебал теперь направо пойдешь, пизды получишь прямо поедешь, бензин кончится а налево поедешь жена убьет налево поедем пойдем в позорино в позорино, смачтить смысл, точнее в общем, вот, проехали еще полпуля а здесь раньше была железная дорога вот столбы стоят там бугур вот такой у нас и мы с ним сейчас скатываемся в целом на иномарке даже можно вот проехать я вот тоже рассчитываю то, что можно будет здесь проехать на Ниссане можно будет, да, вопросов нет как бы, потихоньку везде можно проехать тут нет такой прям дороги но она, как бы, когда потеплеет, растает вся дорога будет, каша здесь но в целом я здесь проезжаю ну, на Гранте Гранта вообще как бы 14 сантиметров клиренс у Ниссана примерно 14 сантиметров но он длиннее клиренс да, клиренс ну, в общем не, в целом нормально проехали два с половиной километра от трасс еще вот я думаю два поля где-то осталось ну, надо смотрим дальше что там будет вот двигаясь по этому полю там уже дома видны наши вот такая красота на небе ясная погода вот солнышко села красота цвета неба осталось освещение купола освещение земного купола плоской земли давай покажем зрителям как на свай зашли вот так вот блядь что за полиция здесь блядь семенистая на свай да на связи короче вот мы проехали вон у нас солнце село этот убитый меня втащило блядь от своего на свая хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе пирожок с никто картошкой или кто-то как все куда ну да все правильно вон наш городишко светится небольшой осталось вот мы проехали четыре с половиной километра или пять так было 439 сейчас 444 да пять километров проехали да чуть-чуть осталось раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять столбов ну да километр остался до деревьев 10 столбов от столба до столба 100 метров от высот высокие столбы 100 метров это километр ну тебе и километр а мы когда с детства по ульяновским полям походили там прикинь 7 7 километров в одну сторону а там всего 4 поля когда я казачий пешком уходил блядь 10 от моего дома нам в детстве делать нечего было мы короче скакали бегом ну бегали бегом занимались ну там санет санет может быть если увидит подольст вспомнит как мы бегали ульяновку зимой деревня от нашей деревни ну мы деревенские ребята как бы нам опа 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 сейчас проверим подожди один продюсер написал он сказал интересная история того рот не ебал вообще как ну твои яйцышки в общем 7 километров по полям мы бегали туда добежали поздоровались со всеми постояли поболтали и обратно побежали то есть 14 километров бегом чтобы вы понимали там был снег примерно по колено ну не по колено но так ступню точно закрывала сантиметров 20 я думаю даже след от легковушки был набитый мы по этому следу вдвоем справа слева и побежали легким бегом не спеша где-то буквально минут наверное за 20-25 мы наверное в одну сторону добегали я не помню честно обманывать не буду в общем вот так вот в детстве мы скакали бегали спортом занимались сейчас конечно это проще делать делается на машину сел и доехал ну как бы молодость понятно там девки соседней деревни в общем вот наш городишко здесь начинаются гаражи ну вот то новостройки дома построили пятиэтажки я так понимаю да пятиэтажки там же рядом с ними садик построили здесь при заезде небольшие кучки есть не нормально это не я не я канализации завоняло не бать а вон очистные наверно там или еще понятно вот ну или здесь вот очистные ни хера непонятно сейчас когда мы сюда заезжали первый раз не поняла ну да кстати в общем вот приехали мы в наш город шесть километров и там четыре десять километров десять километров получается у нас до заправки вместо тридцати по трассе а если ехать по полям то двадцать километров вместо шестидесяти есть разница есть конечно если ездить на иномарке здесь то я бы не советовал конечно но можно если у вас совсем прижало и пути отступления везде закрыты типа жиды переезда у нас же до переезда то все время тут постоянно закрыты выезд из города на трассу вот гаражи наши пошли у меня гараж здесь 4b рядом два штуки рядом а есть кстати вот эту 5g какая там залупы сегодня поставили вышку вот эту шляпу сегодня поставили и мы планируем отсюда валите за это надо ехать отсюда а то мозги вылезут нахуй через руку 5g готов лишь сварщить там блядь куролесят чё да ребят 5g нормально 5g мозги в жопу залезут из пяток высруют ну как это блядь это местные синий ребята а может красный а может и не ребятам почта мне нужна почта отправить форсунку пацану надо а меха справа долбаёк удалить а ему похуй он резиновый все когда я когда еду с камерой здесь у себя по городу все смотрят и думают блядь еще один блядь блогер здесь нарисовался нахуй блядь я бы наоборот заебали своими камерами блядь мой ответ просто идите нахуй я прям видел с июня это что что это это все Продолжение следует...